привет всем я сейчас опять жду альфреда он побежал в компьютерный магазин там у него что-то ноутбук испортился что-то не работает он побежал сдать его как бы в ремонт но это наши знакомые и они в общем хорошо относятся ремонтируют ему кое-что хотя это не мастерская магазин но они берутся я сижу его жду здесь потому что нормальной стоянки нет и я сижу в машине если вдруг мы кому-то будем мешать надо будет сразу выезжать с этого места так вот наши гости уже уехали вот мне даша кстати привезла краску для бровей наверное я буду красить брови она говорит что у меня лучше будет если будут какие-то бровки у меня брови белые их почти не видно я их немножко тушью и чуть-чуть карандашиком подкрашиваю иногда но вообще я не люблю темные брови мне кажется они меня как-то огрубляют это не мое мои брови светлые но немножко подкрашивать и форму какую-то придавать надо им конечно вчера мы купили арбуз большой ездили в магазин были на пляже потом вечером была гроза сильная дождь и когда гроза все у нас женщины моют террасы балконы потому что можно хлюпать прямо ведро воды все течет вниз и тут ливень и все промывается и я тоже где-то три-четыре ведра так хляпнула шлепнула но во всем вылила на террасу и все смылось и сегодня такие террасы чистые у нас их две вот меня женщина спросила как я выращиваю базилик почему он такой красивый у меня вы знаете я никак особенно его здесь не выращиваю я просто сею семена и он прекрасно растет видимо здесь ему очень хорошо почва хорошая воздух ему здесь все нравится только поливаю вечером и все больше никакого особого ухода нет земля конечно покупная рыхлая она там с торфом смешана все в общем специальное для таких растений и семена у меня свои и свои семена они более здоровые более крепкий и биологически чистый конечно потому что я не поливаю никакими химикатами ничем и вот так я позволяю базилику цвести и когда он цветет высыхают потом эти цветочки там в бутончиках эти семена и вот так у меня как и беспрерывно уже из года в год свой собственный базилик и я еще с этим базиликом делаю соус песто очень вкусный с пармезаном с чесночком с оливковым маслом знаете перемалывают все в блендере в общем оставлю ссылку там ничего особенного нет просто берешь продукты перемалываешь и делается как паста и заправляешь или спагетти или в какой-то соус другой добавляешь что очень вкусно получается и как свой собственный конечно он более ароматный и ты знаешь какие продукты ты используешь а туда еще идут орешки пиноли похожи на наши кедровые но они как-то немножко иначе они чуть-чуть более крупные и менее сладкие их используют для соуса вкусно вкусно вот ответила на вопрос про базилик еще что рассказать тут поезда ездят мы сам бенитета находим еще хочу рассказать что могу еще рассказать а вчера случай с соседом неприятный был вот мы приехали с арбузом а мы хотя живем на первом этаже но мы поднимаемся на лифте как бы из из полуподвала из гаражей и когда сумка тяжелая на колесиках там арбуз набрали еще что-то заходим в лифт но когда сумки нет пешочком конечно по лесенкам один-два этажа ничего страшного а тут заходим в лифт слушайте дым кто-то накурился но я знаю кто потому что это сосед и он нам встретился на встречу как вышел и стоял возле своего гаража с сигаретой и мы после него заходим в этот лифт и дым меня прямо дыхание перехватила я вот так не могла дышать и начала задыхаться и пешком пойти не можешь потому что сумки тяжелые но альфреда более-менее переносит потому что он раньше курил хотя он тоже злится он уже бросил курить и тоже не может это терпеть но я вообще вообще не могу табачный дым переносить и а там главное в лифте напротив прямо маленькая табличка запрещено курить так альфреда разозлился пошел напечатал на принтере еще более крупное объявление что запрещено курить и еще выдержки из закона почему и где запрещено этот сосед сегодня раньше такой приветливая сегодня вот так наклонил голову и так сказал сквозь зубы как будто он недовольный обиженный еще остался такие странные он курит тебе в нос ты не можешь это переносить и он еще обиженный будет ходить ты должна быть довольна что он тебе курит в нос я вообще не могу этот дым табачный переносить вообще не могу может быть кому-то все равно а я вот не могу и все я говорю эй альфреда если бы ты курил я бы ни за что не вышла за тебя замуж я не могу этого переносить он смеется а он кстати курил в 17 лет он курил с 17 лет до 34 он курил а потом один он говорит я так резко бросил в один день я решил не курить и перестал курить и бросил резко прямо и с тех пор он не курит уже очень-очень много лет и тоже отвык уже от табачного дыма и тоже тяжело переносит вот так вот наболтала с вами наши гости уже уехали не знаю сказала я вам или нет все поехали к себе домой детям работать надо родить у родителей там дом надо тоже заботиться в общем отдохнули так хорошо пообщались они каждый год к нам приезжают и так хорошо проводим время так приятно здорово остается память надолго еще видео снимаем немножко кое-что вам показывают но не все конечно так вот такие делишки у нас ничего особо нового нет ну буду какие-то рецепты делать что-то буду придумывать меня уже как тянет тянет уже в голове идеи разные бурлят подписалась на один японский канал так там такая красота простенько готовят даже тот же бутерброд так украсят но так выложат красиво просто взгляд притягивает а еще знаете что еще там они делали такой шоколад эксклюзивные с клубникой и фисташками значит взяли клубнику нарезали тоненькими ломтиками высушили в духовке вот шоколад растопили плитку потом выложили его очень залили форму выложили сверху ломтики клубники фисташки там разные присыпочки такая плитка красивая получилась и представляю какая вкусная я кстати делала с белым шоколадом такую плитку с клюквой и тоже у меня были фисташки и красиво так смотрится и очень вкусно оригинально просто прелесть вкуснятина и красота и просто готовится растопил шоколад потом вылил форму положил сверху все что ты хочешь орешки ягоды можно кусочки каких-то конфет присыпки семена да все что угодно и у тебя будет оригинальная шоколадная плитка вот вот это я еще хочу сделать и там в общем у них есть много рецептов которые хочется повторить хочется какие-то особенные японские блинчики очень пышные пушистые такие мягенькие как бисквитики в общем тянет меня на такие вещи видите альфреда приклеил прямо к зеркалу вот запрещено курить хотя напротив здесь есть одна табличка маленькая но видите недостаточно все равно все равно вот надо напоминать людям что они кому-то мешают вот такой огромнейший арбуз видите мы купили 12 килограмм и 20 грамм за 4 69 вот он у нас тут так и лежит на террасе вот в этой сейчас будем мыть его холодненькой водичкой и разрезать они у нас сейчас очень сладкие и вкусные как раз разгар сезона объедение просто а вот мой базилик еще раз показываю он так 3 он уже зацветает здесь некоторые цветы я оставляю специально именно для семян чтобы разводить на следующий год другие представляете сегодня мы утром пьем кофе в общем чай завтракаем и у нас очень сильно шумят цикады ну как никогда я просто не помню за 10 лет чтобы они так сильно и шумно орали поселились на этой сосне которая напротив нашего окна в общем через дорогу у нас есть огромная сосна и эти цикады так кричат так орут так поют шумно и я говорю альфреда посмотри какой шум от этих цикад в этом году что-то невероятное творится как никогда и он вдруг мне говорит помнишь эту басню цикада и муравей цикады поют на деревьях а муравишки собирают веточки запасаются на зиму едой и в общем начал мне рассказывать эту басню я я говорю стоп так это же басня стрекоза и муравей крылова он говорит какого крылова кто это такой это басня не про стрекозу и муравья про цикаду и муравья я прям в шоке и говорит это не крылов написал а это написал римский поэт первого века нашей эры федер представляете и он и он мне говорит что они учили в тинский язык и на латинском языке они учили вот басни или поэмы в общем у этого римского поэта федра и там и начал мне перечислять что у него есть леса и виноград вот это цикада и муравей волки ягненок и в общем я прям в шоке в раздумьях сижу как же нас учили что это басня крылова и сейчас я заглянула в интернет начала искать и в общем оказывается крылов занимался плагиатом и это все басни все эти истории сюжеты это не его он просто переложил красиво в общем на русский язык благозвучно звучит вот эти все строки так подиже поближе и там лиса и виноград что виноград кислый да он оскомину набьет и ягненок помните волк говорит так ты виноват уж тем что хочется мне кушать в общем я в таких раздумьях сижу значит оказывается это не крылов написал все вот это ну как он написал может быть он поэмы эти сложи вот я даже не знаю и сейчас буду углубляться в это в это буду искать в интернете и уже нас нашла про этого римского поэта федора и нашла более 19 сказок ну как басни вот эти я не знаю вы знали вот про это про все я кажется когда-то слышала что крылова обвиняли в плагиате но я думала что это какая-то ерунда что это неправда и может быть это так злые языки а оказалось что это правда альфредо учил в итальянской школе латинский язык и вот на латинском на уроке латинского языка не изучали поэмы басни вот этого федора федор первый раз слышу поэтому решила с вами поделиться в общем я просто в шоке короче размышляю сижу все это меня навело на такие мысли какие-то я не знаю вам об этом школе говорили что это не крылова произведение и оказывается это было не стрекоза была цикада а цикада и стрекоза это немножко разные немножко разные насекомые цикады действительно поют на деревьях сидят вот так выплывают неожиданные темы для размышления сижу и думаю поделитесь что вы об этом всем думаете на очень не знаю какого-то это интересует нет у меня прямо за дело я говорю так это же басни крылова какого крылову оказывается он брал древние философские вот эти разные истории эти басни сказки притчи и перекладывал и публиковал под своим именем ну да у него более складно более красиво звучит но не он это придумал оказывается вот что да очень такое вот на меня иногда иногда вот чем-то столкнусь и так наводит на размышления и сижу прямо думаю на начала искать сразу в интернете информацию и действительно нашла кое-что а еще нашла одной как но это было вроде бы реальная история с крыловым он наряжался на какой-то бал маскарад был бал маскарад а он славился своей неряшливостью и значит он собирается на бал маскарад и и кому-то говорит вот как мне нарядиться так чтобы меня не узнали и его собеседник тоже не знаю кто отвечает так вы умойтесь притяжитесь и вас никто не узнает эта история сразу же вспомнилась про крылова вот это да слов нету напишите в комментариях чтобы что вы обо всем этом думаете и знали ли вы эту историю